Чё за херь? ТВАРЯЯЯ! Что с тобой? Я не уверен, но похоже ему хуёво. Всем привет, вы на канале Девплей, и сегодня произошло то, чего я не ожидал, то, чего я не ждал, в принципе. То, что ждали... кто-то? Наверно. В общем-то, социопат вышел до конца. Да. Я его допрохожу, как и сказал уже, в общем-то, да. Ну, шот ж. Ставьте лайки, пишите комментарии под этим видосом, ну и погнали. Вадим впечатался головой прямо в ворота. День четвёртый. Он там чё, до утра провалялся? Как-то наш крепеж. Где я? Жив ли я? А, ну да, я же и так мёртв. Что со мной тогда? Почему я слышу, но не вижу? Открыть глаза не пробовал? Глаза. Меня же лишили их, или нет? У тебя один глаз был повреждён, я его восстановила. Дом же пустой, как и при жизни. Это не твой домик. Спасибо за констатацию факта, а то я сам, блядь, не заметил. И чё мне теперь делать? Тогда я потерял желание гнаться за ответами. Больно они мне уже и нужны. Ты не хочешь отсюда выбраться и выжить? В точку. Не хочу. Я не проще здесь остаться. Да навечно. Послушай сам себя, ты несёшь полный бред. Ты же не будешь потом жалеть. Ну вот, будет потом, а сейчас мне как-то по барабану. Знакомый голос там, бубнет? Мне-то тоже он знаком. Ну вот, блядь, только вот этого, сука, и не хватало. А я-то думаю, чё это голос? Я молча поднялся и вышел. Выйдя на улицу, я достал из пачки сигарету и закурил. Их подсчёт я уже не вёл. Было как-то плевать на это. Снова это лето и снова эта духота. Снова этот полный дурдом. Ты куда уходишь? Я как бы тут с тобой разговариваю. А я с тобой нет. Ну отвали. Ах ты мой лагерёк. Что ж ты со мной-то делаешь? Да ты меня уже достал, выпендрёжник! Сейчас я тебе врежу. Не стоит меня донимать, когда я в такой эйфории. Лагерь, 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 что же ты творишь со мной? Что же ты наделал? Простите, я не знаю круга и прочую похероту. Ставишь на мне клеймо монстра, хотя для многих я им и являюсь. Нездоровая эта штука разговаривает самим собой вслух. Мёртвый организм не может быть здоровым априори. Что ты заладил с этим? Я мёртв, бла-бла-бла. Ты вот ходишь, бегаешь и не выглядишь мёртвым. Мёртвые понятия относительные. Моя оболочка вроде и ходит-бегает, но дух мёртв. Да и в реальном мире я скорчился от холода. А как же то видение, которое тебе показал Владыка? Я уже не помню, что он там мне показывал, а? Похуё. Я докурел и... Блядь, я докурел и выбросил бычок. Иллюзия. Ты в этом так уверен? Не уверен, но поверить в такое я тоже не могу. Я услышал позади себя бег. С каждым метром частота шагов падает. Значит, цель этого бегуна я. И если принять тот факт, что меня не окликнули, бежит он явно не с хорошими намерениями. Когда он был уже вблизи меня, я сделал резкий прыжок влево. Преследователь инерцией от неудачного замаха полетел на землю. Неплохо, неплохо. Но за Алису ты ответишь. Вот в чем твое рвение набить мне морду? Довольно банально. Но я не вправе судить тебя. Делай, что хочешь. Он провел боковой удар. Я пригнулся. Если ты хочешь нанести мне удар, действуй не так предсказуемо и повысь скорость удара. Ты ответишь за Алису! Алису! Одни проблемы от вас. Ебоник. Я занял положение. Приседи! И сделал круговой рассекающий удар с ноги. Максим подкосился и упал. Я резко встал и, не давая встать оппоненту, зарядил ему с ноги в лоб. На этом и закончим. Нихуешеньки нового. Я толкнул дверь ногой, и она отворилась. Где моя порция? Вот. Повариха указала мне на аккуратно выложенный завтрак, который стоял от всех отдельно. Молодцы. Учитесь на ошибках. Поощряю. Я сел за ближайший столик и приступил к трапезе. Но долго мой спокойный завтрак не продлился. Ты какого чёрта распустил свои руки в сторону пионерки? Да немало меня. Вот и устранил. Вожатая замахнулась дать мне под зательник. Я же поступил как обычно. Резко встава и взяв в захват её кисть, дёрнул на себя и повалил её на соседний стол. Ваш главный механизм вышел из строя. Что будете предпринимать? Столовая будто вся вымерла. Все тихо уткнулись в свои тарелки. Было только и слышно, как ложки вилки скребят по тарелкам. Верный выбор. Покончив с завтраком, я вышел на крыльцо столовой и закурил. Не надоело? Ни капельки. Ведёшь себя как какой-то гопник. Демоны и такие слова знают. Мы как-никак... Как-никак мы их порождаем. Теперь ясно, откуда ноги растут. Только вот не понимаю одну вещь. Если вы демоны существуете, где же тогда бог? Положил на вас болт, вы ему надоели. Я не удивлён. Делать-то по сути нечего. Займись поисками ответов. Займись уже, не бу... О, блядь. Уймись уже, не буду я их искать. Пионеры выходили из столовой и косо смотрели на меня, разговаривающего с... Разговаривающим с самим собой. Смотрите, смотрите, следите только, чтобы глаза ненароком не выпали. Я докурил очередную сигарету и выкинул бычок рядом с пионеркой, которая подошла ко мне. О, привет, ты конч... Привет, ты сейчас курил? Нет. Нет. Собирал бычки по округе и бросался в пионеру. Что происходит? Мое тело начало сильно ломить, будто мне пересчитывает... Блядь, пересчитывали Костя! Чо за терь... Твари! Что с тобой? Я не уверен, но похоже, ему хуёло. Чё со мной происходит? Не знаю даже Твари, я тебя убью, уничтожу, уничтожу, сотрусь и скромсаю Я вас всех убью Мой монстр проснулся и хотел рвать и метать Я мог его и сдерживать, но зачем? Понеслись! Как бы поступить, освободить его или нет? Я чувствую у нас вариантов просто никаких Эх, ладно Найн! Не стоит, я люблю когда всё под моим контролем А если он вырвется, контроля не будет Ты этого не видела? Я вышел на площадь и моё шестое чувство подсказывало мне идти в лес Шо я и сделал? Оказался я на знакомой мне поляне Только вот я не мог понять, что меня сюда привело Почему у меня такое чувство, что здесь что-то должно произойти? Присев, я принялся ждать Спустя некоторое время Ничего не происходило Внезапно Не может такого быть, чтобы моё шестое чувство меня подвело Ну а, начало происходить Чё за херня тут происходит? Почему эта боль вновь появилась с каким-то криком? Хватит! Увыляю! Это ужасная боль, даже с моей выдержкой трудно не закричать Но этот голос, он похож на голос Влада Неужели наши тела как-то связаны? Ну, почему я раньше ничего не ощущал? Бля, я уже запутался, а Влад это кто? Я думал это Вадим Бля, а тело Влада? А где тело Влада? Чё это тело? Бля Эх, ладно Или это проявляется только при сильной боли? Снова море вопросов и ответов в ноль Я сделаю всё, что вы скажете, только прекратите, умоляю! Что-то мне лените спасать его и за одну свою жизнь Но помирать я пока не собираюсь, ещё и из-за кого-то А как же твоё, я уже мёртвый, так что мне плевать? А, Влад, это короче вот тот второй, всё, я вспомнил! Тот, с которым он кинтовался тут, всё, всё, всё Я не настолько тупой Проигнорировав её насмешку, я перебежал на другую поляну, с которой и доносились крики Никогда мне вот эти твои способы не нравились! Это дикарство какое-то! Можешь, что-то лучше предложить? Нет? Ну вот и замолчи! Без церемоний я влетел с разбега в Семёна Он свалился с ног Зная, насколько он силён, я подстраховался и залепил ему ещё три раза с ноги в лицо Я тут же сделал удар с разворота в Юлю Но той уже и след простыл Проворная сука! Воу! Юля с невероятной скоростью пронеслась мимо меня и задела своими когтями Неплохо! Этот бесполезный мешок с костями наконец очухался и зайчиком попрыгал отсюда Вот же паскуда! Изматываешь меня, тем более, что я в проигрышной ситуации! Не жалуйся, трёпка! Вот и второй очнулся! Любовная пара в сборе? Можем начинать! Ха-не! Какими бы они тут монстрами не были! А человеческий фактор остаётся! Это играет мне на руку! Ну, снова ты упал! Как так-то? Ты же всемогущий гопник! Должен уничтожить всё на своём пути! Это пародия! Я уверен, ты ходил на всякие секции по борьбе! Я всего лишь занимался медитацией и пианино! Но утираю тебе нос! Почему? Да и физическими данными ты лучше располагаешь! Это больше одинаковое! Хватит уже своей ересь нести! Почему ересь-то? Обычная аналитика ситуации! Юля хотела отбежать меня! С её скоростью это возможно! Но вот только я предугадал этот момент и выставил ногу перед собой! Она врезалась в неё! Будь то побольше, снесла бы меня к чертям! А так... Я взмахнул ногой вверх и пяткой ударил её по голове! Вот и всё! Поглоти его! Чё? Поглоти его силу! Стань сильнее! Поехавшие демоны! Поглоти, сказал! В голову ударила сильная боль! Я чувствовал, как каждая вена вспухала и пульсировала! Да пошёл ты к чёрту! Так я и есть, чёрт! Мне к самому себе прийти? Шучишь, да? Блядь, не смешно ни капли! И пока я вёл диалог с владыкой, моё тело продолжало продвигаться к Семёну! Да остановись, ебучее тело! Ну, у тебя ничего не выйдет! Твоя сила воли слишком слаба! Я вижу, как моя рука тянется к голове Семёна! Но я ничего не могу с этим поделать! Хорошо! Очень даже хорошо! Ты чё, типа, оторвал башку? Я дотронулся до головы... Блядь! Я дотронулся до головы Семёна и... Меня будто отключили от реальности! Если это место можно так назвать! И переместили в пустоту! А ну охуеть не встать! И в чём прикол? Это типа Рофл? Да, я тебя обманул! Ты сам виноват! А что тут происходит? Ты тут происходишь! Чё? Прости, что говорю столь сложными репликами! Забыл, что ты глупый! Это твой личный ад! Здесь на тебе испытывают твои же методы! Гопать, быковать, избывать и прочие аморальные вещи! Что это только что было? Воспоминания Семёна? Или какой-то намёк? Я смотрел поляну... Смылись уже? Или их кто-то забрал? Блядь, ладно, неважно... Может, всё же я что-то не так делаю? И почему я вдруг начал опять эти ответы искать? Что со мной вообще такое? А это вообще я? А кто такой я? Почему я не знаю, кто я? Моё сознание начало будто рваться! Я не мог держать свои мозги в коробке! Моё сознание... Ускользало? Когда я существовал? И существовал ли вообще? Существовали только мы! Нееееет! Я! Это я! Почему же тогда ты не можешь найти своё я? Потому что есть только мы! Да кто мы-то, блядь? Есть только я! А как же я? Ты помнишь... Ты не помнишь, как нам весело было? Трудно и больно, зато весело! Разве это плохо, когда тебя все боятся и считают монстром? Вспомни же, вспомни! Кто ты на самом деле? Вспоминай! Вспоминай! Ты... Ты не человек! Ты монстр! Одинокое чудовище! Как тебе так жить? Ты... Ничтожество! Кому ты нужен в этом мире? Мы... От тебя одни проблемы! Ты не наш сын! Будь бы моя воля изолила... Изолировал бы тебя навсегда от мира! Зачем я взяла тебя под опеку? За то, что ты убил мою дочку? Завалите, ебало! Почему ты мной воспользовался? Я же любила тебя! Такой молодой, а уже похуже некоторых бывалых преступников. Ты и вправду экспериментальная крыса. Умолкните! Умолкните! Я вас всех ненавижу! Я хочу вас всех убить! Хочешь получить силу, с которой ты сможешь им отомстить? Сила? Ненавистно! Ненавистно! Что там происходит? Ненавистно! Ненавистно! Ненавижу! Все ненавижу! Сила! Ненависть! Одиночество! Предательство! И уничтожу! Все ненависть! Все уничтожу От Леса Лены минутой ранее Что с Вадимом происходит? Почему он ударил Алису? Не спорю, я бы сама ей врезала Но почему он такой безразличный ко всему? Раньше он был в пределах нормы А сейчас вообще с катушек съехал Хотя, кто бы говорил? Лена, ты почему такая задумчивая? Просто задумалась, не бери в голову Все ненавижу! Все уничтожу! Чей это крик? Так, успокойтесь, скорее всего, пионер потерялся в лесу Как же, и кричит, что он все уничтожит Пробогнила я себе под нос Опять, наверное, этот дурак с катушек съехал Его бы вообще закрыть в подвале Согласен с Женей Почему вы так на него сердитесь? Может, ему нужна помощь? А вы его так принижаете Да я его жизнь Да его жизнь принизила Раз он срывается на старших Тем более на женщин А если бы на младших срывался? Типа, было бы норм, что ли? Да Не понимаете вы его А когда настал вечер? Или вечер и был? Мы продолжили идти дальше по тропе Но увидели его Мы увидели Вадима Его глаза были готовы взорваться в любую секунду В них читалось только ненависти к людям И в целом к миру Эти глаза были прекрасны В них, мол, можно было утонуть Настоящие глаза безумца Ещё бы добавили свечение красного внутрь спрайта Было бы норма То так многокоревенько получилось Ну да ладно Но тут началась какая-то чертовщина А вот что за чертовщина Мы будем узнавать уже в следующий раз А что ж, на этом на сегодня всё Всем спасибо за просмотр И всем пока Вернись ко мне Моя мечта Из уголков Пустой вселенной Верни мне жизнь И согревай Освободи Меня из плена